Всем привет! Я Анна Оськина и добро пожаловать на мой канал! В этом мастер-классе я покажу, как выполнить кулон в технике цветочная филигрань, которая позволяет создавать изящные детализированные украшения из полимерной глины. Само слово филигрань с латинского означает нить и зерно, и работа в этой технике требует большого внимания, так как очень миниатюрно. Так как я не знала, какой именно цвет мне понадобится в работе, я решила взять сразу большой набор полимерной глины. В работе мне понадобится инструмент для моделирования, лезвие, чтобы отрезать пластику, гель жидкая пластика, рамочка, которая может быть как металлической, так и выполненной из полимерной глины, инструменты для сборки и фурнитура. Я беру кусочек ярко-красной пластики, подбираю размер, подходящий под рамочку, наношу на рамочку гель жидкую пластику, которая здесь будет выполнять функцию клея. Сверху помещаю красный кусочек и разравниваю его в рамке. Приглаживаю пальцами, чтобы не оставалось отпечатков. Острой иголочкой наношу основные элементы рисунка, которые я хочу выполнить. Катаю тоненькую колбаску и нарезаю ее на одинаковые части. Каждую из частей катаю в шарик, а каждый шарик в капельку. Эти капельки и будут элементами филиграни. Моделирующим инструментом подцепляю капельку и помещаю на поверхность кулона. Это будут лепестки цветочка. Обратите внимание, как именно я их закрепляю на кулоне. После этого я беру бежевую пластику, катаю тоненькую колбаску и нарезаю на части поменьше. Каждую из частей катаю в шарик, а затем в капельку. И эти капельки моделирующим инструментом я размещаю на кулоне. Это будет второй ряд цветочка. Затем беру небольшой кусочек золотого цвета, катаю тоненькую-тоненькую колбаску. Режу ее на одинаковые части, совсем маленькие. Каждую эту частичку катаю в шарик, а шарик в малюсенькую капельку. И размещаю третий слой лепестков. Пинцетом беру клеевую стразинку и помещаю в центр цветка. Это будет его серединка. Клеевые стразы хороши тем, что под воздействием температуры они сами приклеятся к поверхности. Не нужно будет доставать их и подклеивать. Я выполнила цветочек, теперь хочу сделать небольшую веточку и листочки. Для этого я взяла зеленый смешанным с белым и кусочек золотого. Я раскатала из этих двух цветов длинные колбаски и нарезала на небольшие части. Каждую из частей я катаю сначала в шарик, затем в капельку. И эти капельки я закрепляю в виде веточки. Расположение этой веточки я нарисовала изначально острым концом иголочки. Теперь я хочу выполнить листочки покрупнее. Я беру кусочек золотого цвета побольше, катаю его в шарик, шарик в капельку. И эту капельку расплющиваю на подушечке пальца. У меня получается форма листочка, на которой обратной стороной лезвия я рисую прожилки. Моделирующим инструментом я размещаю листочек на кулоне. Затем выполняю второй листочек и размещаю рядом. Чтобы работа смотрелась более детализированной, более объемной, я делаю еще несколько листочков по краям цветочка. И размещаю еще несколько беленьких лепесточков. А после этого рамочку с готовым рисунком можно запекать. Температуру и продолжительность запекания смотрите на упаковке полимерной глины, из которой вы лепите. После того, как кулон запекся, его нужно собрать. Для крепления я выбрала основу для подвешивания серебристого цвета. Я ее закрепляю при помощи инструментов на колечко сверху кулона. А снизу я хочу закрепить бусинки. Для этого я их собираю на штифт. На один штифт по три бусинки, две белых и одна красная. И затем все их закрепляю внизу кулона на колечко. Продеваю цепочку, кулон готов. И у меня получился оригинальный, изящный, детализированный кулон. В этой технике можно выполнять работы любой сложности. Выбирать любые оттенки и сочетания цветов. Все зависит только от вашей фантазии. После того, как я выполнила этот кулон, мне захотелось сделать такой же, но в более нежных оттенках. Результат вы видите сами. Желаю вам творческих успехов и вдохновения. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравился мастер-класс. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. До новой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok